В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Строительство подземных переходов на Московском шоссе будет ускорено. Движение по всем полосам откроют уже к началу учебного года. Такое решение было принято по итогам объезда главой городской администрации Олегом Фурсовым трех площадок строящихся объектов. Вместе с ним участие в объезде приняли представители профильных министерств и департаментов. Работы, начавшиеся еще в марте, одновременно ведутся на трех участках у торгового центра «Империя» на пересечении Московского шоссе с улицы Советской армии и Революционной. На сегодняшний день на этих точках перекрыта половина дорожных полос по четной стороне, по направлению в город. Глава городской администрации Олег Фурсов вместе с замминистра транспорта и автомобильных дорог области Александром Ликомаскиным объехали все три объекта и ознакомились с ходом работ на каждом из них. Наибольший объем работы выполнен у ТЦ «Империя». Там до середины Московского шоссе уже готова тоннельная часть. Затем, чтобы работы велись в соответствии с правилами благоустройства, постоянно следит административно-техническая инспекция, которая уже несколько раз штрафовала подрядчика за допущенные нарушения. За допущенные нарушения подрядчика оштрафовали на 20 тысяч рублей. Строители уверили, впредь подобных нарушений не будет. По словам подрядной организации, график работ соблюдается. Специалисты трудятся в две смены. У нас идёт подготовка территория, апрель, марта-апрель, согласно графике. Идёт дождевая канализация, май, июнь, июнь. И 50% этой страны и следующие. Конструкция дорожной одежды планируется у нас на май месяц. Вот мы как раз в график всё идём. Чтобы не отклоняться от графика и на пересечении с улицы советской армии, городским властям предстоит решить вопрос с цветочным киоском, который располагается со стороны парка имени Гагарина. Он мешает прокладке второй части перехода. По требованию Олега Фурсова была проведена проверка этого объекта. У него 18 метров собственности, а сам захватом больше 100 метров. Выходите на районный суд и просите, чтобы вскоре на порядке рассмотрели. Решение этого вопроса Олег Фурсов поручил городскому департаменту потребительского рынка и услуг. Для того, чтобы уменьшить неудобства, которые вызовет масштабный проект, муниципалитет провёл подготовку. Были смещены остановки общественного транспорта, перенесена контактная сеть троллейбуса, отрегулирован режим работы светофоров. По словам главы городской администрации, автомобильное движение на московском шоссе нужно полностью восстановить до начала учебного года. В этот период приезжает очень много студентов, школьники выходят, которые учатся в разных школах и добираться транспортом приходится. Многие люди возвращаются с отпусков. И очень важно, чтобы совместными усилиями и область, и город сделали так, чтобы жители как можно меньше неудобств испытывали в период массового возвращения людей в Самару. К 12 июня на всех трёх точках будет восстановлено асфальтовое полотно. Открыто движение транспорта, а строители перейдут на вторую половину магистрали. Олег Фурсов подчеркнул, подрядная организация должна привлечь все возможные резервы и полностью открыть в московское шоссе до наступления сентября, а не в октябре, как это планировалось раньше. Срок окончания всех работ, включая чистовую отделку подземных переходов, 10 декабря текущего года. Павел Баймаков, Артём Сулайманов. События. Куда исчезнет памятник Куйбышеву и смогут ли самарцы гулять по воде? К чемпионату мира по футболу группа архитекторов подготовила проект реновации площади Куйбышева. Эскизы представили журналистам и творческому сообществу. Мариана Мирная о переменах в областной столице. На эскизах смелого проекта трансформации и обновления главной площади города есть буквально все. Дорожки для роллеров, зоны отдыха, прилегающие скверы в виде тематических, зон музейная, космическая. Улица Шостаковича исключительно пешеходная. Нет только одного – памятника тому, чье имя, собственно, носит Валерьяна Куйбышева. Он будет. Это маленькая провокация, которая просто должна немножко заинтересовать и активизировать. Это просто такой ход. Он обязательно будет. Постамент же там стоит. Многое в этом проекте есть чуть-чуть провокационные моменты, но в целом он, конечно, создан не для творческих амбиций, а для того, чтобы реально почувствовать нужду нужды горожан, нужды активных сообществ и попытаться совместно с ними реализовать то, что они хотят. 40 дизайнеров и архитекторов трудились над созданием проекта, реновацией площади Куйбышева и прилегающей к ней скверов. Концепция единого дизайна, элементы творчества и возможность безбарьерного доступа для маломобильных граждан отчетливо можно разглядеть на макетах. К обсуждению на форум пригласили всех, кому интересна трансформация площади, но не все оценили в полной мере старания креативной группы. Порой, говорят опытные архитекторы, лучшее – враг хорошего. Фонтаны я люблю, но, вы понимаете, любое, так сказать, действие архитектора должно быть оправданным, так как это главная площадь у нас, да, все-таки, наверное, из-за фонтана никто не будет отменять парады, в том же, те же, да, шествия какие-то, никто не будет жертвовать такой площадкой концертной, да, для, опять же, для проведения ярмарок, других общественных таких, да, многолюдных мероприятий. Будут ли фонтаны и тематические зоны в скверах, пока неизвестно. Своё предложение архитекторы должны представить в правительстве области. Точно ясно одно – площадь Куйбышева ждут перемены. Марьяна Мирная, Павел Пресняков, События. Порядка 100 миллионов рублей может получить городской бюджет от передачи земельных участков из федеральной собственности в городскую. Департамент имущественных отношений подал порядка полутора тысяч заявок на такие территории. В первую очередь забрашиваются участки, предоставленные на основании договора аренды и не обремененные другими правами, кроме государственной собственности. Сейчас обращение находится на рассмотрение в Росимуществе. После регистрации права собственности в бюджет будут поступать средства от аренды этих земельных участков. Ускоряйте эту работу, потому что, видите, у нас еще рассмотрение в Росимуществе, процесс передачи, подготовки необходимых документов. Потом, чтобы получать доходы, нам нужно еще выстроить отношения с арендаторами. У жителей поселка Прибрежный, которому в течение 40 лет не удавалось оформить в собственность свои земельные участки, появится такая возможность помочь добросовестным владельцам с легализацией дачных участков взялись председатель городской думы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Они выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Чем дальше в лес, тем больше путаница. Около 200 земельных участков на территории садоводческого некоммерческого товарищества Орленок были выделены собственникам еще в советские годы. В последнее время, рассказывают местные, начался активный захват земли вокруг их дач. Куски леса, в котором растут сосны и березы, огораживаются и распродаются, а деревья, расположенные на них, вырубаются. Это все началось с мая 2011 года, когда первые заборы появились недалеко от наших домов, и потом стало это все углубляться в лес. Люди, конечно, многие пострадали, потому что это все чистой воды мошенничество, потому что здесь действительно лес. Эта просека была выпилена в мае 2013, ночью были поставлены столбы, и у нас все это зафиксировано, мы передали все видеоматериалы Александру Евсеевичу. Между тем, многие старожилы, получившие участки в советские годы, оформить землю в собственность до сих пор так и не удосужились. И теперь разобраться в том, где самозахват, а где все по закону, непросто. Ничего здесь не продается и никогда не продавалось. Просто люди, люди хотят узаконить свою землю. И вот они бегают уже здесь. Ну вот, слава богу, сейчас скажу, с 2002 года бесполезно. Земли лесного фонда, занятые жителями поселка Прибрежный, не зарегистрированы в кадастровой палате. Многие не могут узаконить свое право собственности уже 40 лет. Выделенные им участки значатся только в старых документах. Разобраться в ситуации и помочь добросовестным владельцам с легализацией взялись председатель городской думы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Есть добросовестные люди, ветераны, которые видно, что на протяжении нескольких десятилетий ухоженные грядочки, скромные достаточные домики, где живут они, приезжают куда их дети, внуки. В течение ближайшего времени, в течение этого года правовой статус необходимый они получат. Для нас принципиально важным является, чтобы ни в коем случае не была возможность легализовать какие-то земли, которые затем уйдут, что называется, в рынок. То есть не легализовывать какие-то незанятые пустые участки, безусловно имеющие коммерческую привлекательность, поскольку это элитное место, будем называть вещи своими именами. Тем, кто недавно начал претендовать на право владеть участками на территории лесфонда, предлагают оформить договор аренды на 49 лет и возделывать земли в соответствии с законом. Всего же сегодня в Прибрежном около десятка садоводческих некоммерческих товариществ, на которых находятся порядка тысячи незарегистрированных земельных участков. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Благоустройство зеленых зон, ремонт внутриквартальных дорог и коммунальной сферы – вопрос, который подняли на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором жителей 12-го микрорайона Самары. Представители районной администрации и депутаты взяли в работу каждое предложение. Некоторые частные вопросы, такие как спел деревьев под окнами, решались прямо на месте. Те, кто выступить не успел, мог оставить свои заявки в специальных анкетах. Небольшое озеро на улице Старозагора в Самаре полюбили не только местные жители, но и пернатые водоплавающие. Летом здесь проживают около 10 уток. Зеленую зону вокруг самарцы прозвали «дубки» из-за раскидистых деревьев, которые растут здесь больше 100 лет. Это любимое место отдыха жителей 12-го микрорайона. Здесь они регулярно проводят праздники. К примеру, в июле отметят День шоколада. Вот только территория нуждается в благоустройстве. Этот вопрос подняли на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором. У нас зона отдыха «дубки» великолепная. И утки. И дети сейчас переживают, что лягушки мало квакают. Мы бы очень хотели, чтобы нам благоустроили. Там не все в порядке, как мы бы хотели. И второе озеро. Просто почистить его все, чтобы дети отдыхали, взрослые отдыхали. Сейчас решается вопрос о том, чтобы причислить эту зеленую зону к числу особо охраняемых территорий. Это будет первым шагом к преображению будущего сквера. Выделены системные средства зеленхозу, МП зеленхозу, для того, чтобы она эту территорию содержала. Но на сегодняшний день, вот что касается самого озера и прилегающей территории, да, оно требует большего внимания. Не то, что внимания, а надо все-таки общественным советом сейчас определить, что мы там хотим видеть. Вопросов у жителей 12-го микрорайона накопилось немало. Многих волнует ремонт внутриквартальных дорог, который не проводился более полувека. В прошлом году в Кировском районе отремонтировали порядка 42 тысяч квадратных метров внутри дворовых проездов. В этом году в планах ремонт дорог в 15 дворах. Еще 15 отремонтируют по программе комплексного благоустройства двор, в котором мы живем. Общественные слушания по благоустройству плавно пересекли в обсуждении проблем жилищно-коммунального хозяйства. Жилой фонд в 12-м микрорайоне немолодой, поэтому большинство вопросов были адресованы управляющей компанией. Это и текущий ремонт, и работа дворников. Я хочу по контейнерной площадке сказать. У нас она стоит на выездной дороге между Ташкентской 102 и Карлом Максом 410А. Там не контейнерная площадка, а свалка. Дворников нет, не убирают даже. Дворники работают они кварталами, еще как-то еще. Если вы, ваш общественный совет, микрорайону, либо вашего дома договоритесь с управляющей компанией, которая платит ему зарплату, и за качество работы он, увы, будет подписывать табель на него у вас. Один раз сказали, вот у нас есть дворники, поменяйте нам дворников. Плохо убирают. Давайте мы найдем механизм заставлять эти деньги работать. Все обращения жителей взяли в проработку. Прямой диалог власти и граждан на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором выявляет те проблемы, которые актуальны для жителей города сегодня, и которые решать будут в первую очередь. Марина Матвеевшина, Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Запечатлеть яркие краски лета в этом году смогут сестры Гамазины. Девушкам подарили профессиональный фотоаппарат. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, Анна и Алена ведут активный образ жизни, пишут статьи в лицейскую газету, участвуют в литературных конкурсах, увлекаются театром и фотографией. Сложно понять, как устроен мир. Нет в нем теперь согласия. Люди не знают мир. Кругом у них одни ненасти. Пишет стихи, увлекается театром. Глядя на эту юную талантливую девушку и не подумаешь, что у нее ограниченные возможности здоровья. Несмотря на трудности с передвижением, Алена очень активная и общительная. Сестра Аня от Алены не отстает. Пишет статьи в лицейскую газету и давно увлекается фотографией. Мне нравится фотографировать пейзажи или макросъемку, особенно если это природа, там Кавказ, это потрясающие виды. У меня еще есть к чему стремиться, есть к чему учиться. Мама девочек Татьяна Владимировна уверена, из-за инвалидности ставить на детях крест нельзя. Старается максимально развить кругозор своих девочек. Всегда берет Аню и Алену с собой в поездки, водит в театр. Проблем больше во взрослых, чем в детях. На самом деле барьера-то нет. Просто у нас не совсем привыкли вокруг общаться с такими детьми. А они не должны сидеть совершенно дома. У них разнообразные очень интересы. Дети умные, воспитанные. Мне они очень нравятся. Я очень горда, что они у меня есть. В этом году семья Гамазинах была номинирована на награду за заслуги в воспитании детей. Этот почетный знак впервые присваивала городская дума. Награду семья не получила. Но без внимания Алена, Аня и их мамы не остались. Сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров и председатель городской думы Александр Фетисов подарили девочкам на день рождения профессиональный фотоаппарат. Безусловно, вот этим посещением наше общение не закончится. Дружба только начинается. Мы обязательно будем создавать условия для реализации талантов. Очень здорово, что у нас есть такие семьи, такие матери. Теперь у сестер больше возможностей для реализации своих творческих задумок. Девочки планируют не только делать качественные фотографии, но и снимать видеоролики. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Чем ярче солнце в областной столице, тем больше любителей активного отдыха появляется на спортплощадках города. За многообразие упражнений легкой атлетик по праву считается королевой спорта. Фестиваль бега под таким названием за три года существования уже полюбился самарцам. В этом году турнир с площади Куйбышева переехал на набережную. Однако сохранилась традиционная дистанция. Пробежать ее можно только в нашем городе на фестивале королевы спорта. Более 400 спортсменов в этом году вышли на набережную Волги, чтобы пробежать Самарскую милю. Ее протяженность 1586 метров. Цифра для города знаковая. В 1586 году была основана крепость Самара. Семья Крюнькиных бежала полным составом. Говорят, за 13 лет супружеской жизни одержали немало спортивных побед. Зимой лыжи и хоккей, летом ролики, баскетбол, велосипед. Но бег Крюнькины считают главным видом спорта. В городском забеге участвуют третий год подряд. На эстафете мы в первом году были первыми, а во втором году были вторыми. Вот сейчас хотим быть не третьими, а тоже либо первыми, либо вторыми. Ну а Ксения у нас вот она в том году только начали в мир убежать. Вот она уже в мир убежала на тех соревнованиях. Сейчас готовится улучшить свои достижения. Некоторые участники фестиваля со спортом пока на «вы». Последний раз Григорий и Ольга Григорчук стометровку бежали еще в университете. Поэтому больших побед не ждут. Признаются, перед началом забега волновались, как оказалось, зря. Все в такой дружеской обстановке. Поначалу немножко опасались, глядя на профессионализм соперников, но все равно приняли участие. Здорово, что такие мероприятия организовываются. Это очень и объединяет, и, наверное, действительно возрождает любовь к спорту и желание заниматься чем-то дальше. Родители уверены, только личным примером можно приобщить детей к спорту. А возможностей для этого в городе сейчас предостаточно. С каждым годом мы стараемся увеличивать количество этих мероприятий, рассчитанных на массовость. Почему? Потому что вообще все профессионалы, они берутся из массового спорта. Если не будет массовости, то у нас не будет ни профессионалов, и не будет ни спорта, вообще не будет ничего. Городской фестиваль бега королева спорта для многих стал доброй семейной традицией. Семья Крюнькиных в этом году увезла домой два кубка. В семейной эстафете они оказались первыми и взяли золото. А дочь Ксения порадовала еще и вторым местом в забеге Самарской миля. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара Гиз». Цены на золото снижаются. Стоимость тройской унции металла утром 25 мая составила 1204,70 долларов. Согласно данным торгов «Комикс», по состоянию на 7.46 утра по Москве золото подешевело на 20 центов. Серебро снизилось в цене на 0,01%. Цена унции серебра установилась на отметке в 17,05 долларов. 22 мая унция золота стоила 1206,90 долларов. Эксперты отмечают, что снижение стоимости драгметаллов является следствием ожиданий повышения процентной ставки в США и укреплением доллара. Неограниченный объем наличности скоро можно будет перевозить из России в Казахстан, Киргизию или Армению. Премьер-министр России подписал распоряжение, которое поможет унифицировать отечественное законодательство с нормами наших торговых союзников. На сайте правительства опубликовано распоряжение, которое вносит в Госдуму законопроект об освобождении от уплаты таможенных сборов за операции в отношении валюты и ценных бумаг. Хорошая идея. Правда, я никак не пойму. Зачем тащить наличные в ту же Белоруссию? В связи с укреплением российской валюты спрос на зарубежный отдых начинает расти. К такому выводу пришли специалисты онлайн-агентства Datravel. По итогам проведенного анализа выяснилось, что продажи авиабилетов на зарубежные направления с марта по апрель 2015 года выросли на 25%. Тем не менее, несмотря на увеличение спроса, глубина бронирований в апреле 2015 года на летние даты снизилась практически на месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что несмотря на рост курса рубля, российские туристы пока осторожничают с планированием летнего отдыха, надеясь на дальнейшее укрепление российской валюты. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС снизился, индекс ММВБ в полюсе на отметке 1661 пункт. Среди лидеров роста Яндекс, аптечная сеть 36,6, Транснефть и Уралкалий. Аутсайдеры Московская биржа, Мостотрест, Полюс Золото и Сбербанк. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. Американские и европейские площадки только сегодня возвращаются на рынки после праздников. На азиатских площадках динамика торгов преимущественно положительная. Курс доллара на 26 мая 49,86 рубля, курс евро 54,74 рубля. Золото стоит 1930 рублей за грамм, серебро стоит 27,65 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 65,32 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Футбольные крылья Советов возвращаются в Премьер-лигу. В Сызрани идет полным ходом строительство ледовой арены. Пляжные крылья Советов начали беспроигрышную серию в чемпионате страны. Пляжные крылья Советов победили московское Строгино во втором матче первого этапа чемпионата России, счет 5-4. В первом периоде инициативу взяли в свои ноги самарцы, повели 2-0. Однако во втором растеряли преимущество и уже Строгино вырвалось вперед на один мяч. Решающим оказался третий отрезок времени. На три точных попадания крылья в ворота соперника столичные ответили только одним. Дублем отметился футболист Советов Суарес Джордан. Еще один лидер национального первенства Питерский Кристалл. У него тоже две победы. В Сызрани уже в этом году планируется открыть первый в городе всесезонный ледовый каток. Стройка стартовала прошлым летом. Сейчас готов каркас зданий, идет бетонирование пола и подводится коммуникации. Правительственная комиссия обнаружила ряд недостатков, которые впоследствии могут сказаться на качестве льда. Строители обещали все исправить до открытия спортивного объекта. Оно намечено на ноябрь. Крылья Советов досрочно обеспечили себе место в премьер-лиге на следующий сезон. Самарская команда – главный претендент на чемпионский титул в футбольной национальной лиге. Перед последним туром она занимает первое место. Но руководство клуба уже сейчас планирует предстоящие старты. Областной министр спорта Дмитрий Шляхтин заявил, что у команды будут нормальные условия для выступления в премьер-лиге. Правительство продолжит поддерживать крылья и будет стараться привлекать спонсоров. И еще одна новость. Главный тренер Совета Франк Верка ТРН готов остаться в клубе на следующий сезон. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин